Квартира ужасов. Злачные места в Нижегородском районе начали приводить в порядок. Это та самая квартира, ставшая источником антисанитарии для всего дома. Отсюда тараканы расползались по другим квартирам. Коммунальщики мер не предпринимали. Дошло до того, что жители с пакетом тараканов пришли в домоправляющую компанию и вывалили их там. Но даже это не заставило коммунальщиков принять что-то экстренное. Как выяснилось, здесь жили три человека. Одна из пенсионеров числилась опекуном для своей безногой сестры и племянницы. Активной соседке удалось добиться принудительной госпитализации для всех. Дверь скрывали МЧС, опекуншу ловили. Потом выяснилось, что племянница в крайней степени истощения при росте метр семьдесят всего лишь тридцать килограммов веса. Все сейчас в больнице. А посмотрев наш сюжет, одна из фирм нижегородских, занимающихся дезинфекцией, решила в качестве благотворительной акции помочь с уборкой квартиры. Дук-то ничего не делает. Чтобы начать дезинфекцию, пришлось выловить всех кошек, живущих в этой квартире. В этом помогал наш корреспондент. Лови. Тихо! Посмотри на нее, бедная. Посмотри, маленький какой котеночек. Иди сюда. Иди кушай, маленький. Сюда пойдем? Вот тут хотелось бы сказать, что здесь реальная помойка. Мы видим гнездо в таракане. Видите, да? Я еще такого не видела, честно. Это, представляете, это, короче, это какашки от мух. Представляете? Как светильник, короче. Это дом ужасов. У меня больше нет слов. Это дом ужасов. И это так жили люди с высшими образованиями. У меня слов нет. Я задыхаюсь. Я не могу. Если по десятибалльной шкале смотреть по этой, ну, вообще, по этой квартире, то здесь не 10 баллов, а 12. 12. Они всегда прятутся там, где темно. Именно вот сейчас я вам покажу, просто, чтобы наглядное было это сейчас. Вон они, вон они. Видите, да? Какие-то баночки, какие-то... Это все вещи, которые, наверное, все-таки несут с помойки, я так понимаю. Вот в таких вот удобных местах для тараканов все-таки их больше всего, 100%. Сейчас мы отодвинем это все и будем обрабатывать. Потом уже будем обрабатывать помпы. Вот, смотрите, да? Вон они. Видите, да? Да. Тут много. Очень много мелочей. Это говорит о том, что здесь очень сильно плотно. Вот, например. Так, сейчас у нас будет производиться генератором холодного тумана. То есть помпы мы сейчас обработали. Сейчас будем обрабатывать туманом. Это реально, это нечто вообще. Теперь может, все посетил. Квест. Квест. В общем, невозможно представить, как здесь многие годы жили люди. Кстати, как сообщили специалисты, чтобы привести нехорошую квартиру в порядок, понадобятся как минимум три подобные процедуры. Возможно, придется, даже скорее всего, придется выбрасывать вещи, которые находятся в этой квартире.